Чем больше внимания к жизни детей и молодежи, тем меньше риск появления криминального и агрессивного поведения. Простая формула, которая может спасти жизнь. Заранее определить психологический портрет юного потенциального убийцы сложно. Но существуют определенные признаки, которые в совокупности сигнализируют о проблеме. Например, неустойчивая самооценка, повышенный уровень тревожности, депрессивные тенденции, подавленность, ранимости и обидчивости, как следствие конфликта в школе и семье. Это сложный период, когда и трудно бывает и самим детям, и взрослым. Всем трудно бывает. Перед ребенком стоит очень сложная задача осознать себя, понять себя, сформировать представление о себе, отделиться от родителей. Бояться обращаться за помощью не стоит, потому что время упускаете и затягиваете. А поговорить обязательно надо. Изменения в поведении и мировоззрении могут заметить либо близкие родственники, либо специалисты и педагоги, которые близко общаются с ребятами. Эксперты уверены, сделать жизнь ребенка комфортной и безопасной возможно. Родительская ответственность в этом вопросе на первом месте. Нужно комплексно. Я считаю, что это нужно обсуждать и дома родители с детьми. Родитель должен объяснить, научить, показать на личном примере, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Выстроить с ребенком доверительное общение, чтобы в нужный момент заметить опасность и предотвратить беду. Но не стоит забывать и про воспитание в учебных заведениях. В первую очередь классный руководитель должен взаимодействовать с ребятами и их родителями. Учителю нужно улавливать микроклимат в классе, знать каждого ребенка и с семьей, тесно с ними общаться. Оказать помощь и выявить проблему у ребят с этими задачами должен справляться и педагог-психолог, который также должен находиться во взаимодействии с педагогами и молодежью. Хоть и бытует мнение, что школьный психолог, он как бы член педсостава, и дети не очень-то доверяют, это неправда. Бывают такие моменты, когда ребенку надо пойти и с кем-то поговорить. А лучше это не просто с кем-то, а с профессионалом. В план работы педагогов-психологов включены диагностические мероприятия, индивидуальные консультации с обучающимися нашего лицея. И в психолого-педагогических классах есть спецкурс «Психологическая грамотность». В высших и средних учебных заведениях также должна присутствовать психологическая поддержка студентов. Но, как показывает практика, сейчас ее недостаточно. Специалисты работают далеко не при каждом учебном заведении. Несмотря на высокий адаптационный потенциал молодых людей, зачастую им не хватает опыта для решения проблем, с которыми они не могут обратиться к родителям или преподавателям. Вот именно училище, среднеспециальное образование, высшее учебное. А кто сказал, что юношеский период намного проще, чем подростковый? Никто не сказал. Обязательно психологи, специалисты нужны. Возникнет проблема, человек, подросток, ребенок, молодой человек, юноша должны знать, что есть куда обратиться. И это не платный центр, это стандартная нормальная процедура. Сходил, поговорил. Важную роль в современном мире играет информационная безопасность. Большую часть времени дети проводят в социальных сетях. Кратать время за компьютером любят многие. Делить полезную информацию от бесполезной и даже вредоносной. Ребенок в силу возраста самостоятельно не всегда способен. Наша задача педагогов – научить детей правильно пользоваться в сети интернет. Во-первых, этот доступ должен быть безопасным. Нужно уметь знать и контролировать, как работать и как пользоваться сегодня интернет-ресурсом. Если у ребенка или родителя возникли трудности и справиться самим с проблемой не получается, записаться на бесплатный консультативный прием в первую детскую поликлинику к психологу можно по телефону 32 15 92.